Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». По традиции в это время в студии «Страна ФМ» Роман Шахов и Александра Хайрулина. Добрый вечер, друзья. Мы очень рады сообщить вам, что сегодняшний концертный зал имени группы «Монмарс». Привет, ребята. Лиза, Елизавета и Ефим. Добрый вечер, ребята. Вот видите, как жизнь-то складывается удачно, здорово и замечательно. Дебютный EP выходит буквально на днях, а уже целый концертный зал появился имени вас. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо, спасибо, спасибо. Это реальный успех. Да, но мы долго к нему шли. И это совершенно уникальный случай. Ну что, действительно, все по плану, как информация в интернете гласит. 26 октября, послезавтра, можно будет уже закачивать, приобретать и слушать дебютный EP под названием «Рисуй». У нас совсем недавно появился в эфире ваш клип под названием «Бумажные». Вот, наконец, наша встреча, поэтому мы поговорим, конечно, и о предстоящем выходе альбома, и про клип, и, конечно, про выступление, на которое, я думаю, собственно, и надо с самого начала программы... Да и не одно-то выступление. ...зазывать. Ну что, расскажите, пожалуйста, вообще, как появился коллектив, кто был основателем... Прошу, Елизавета. Елизавета, мы слушаем. Ну, как известно, мы с Ефимом все-таки родственники, мы брат и сестра, и как бы мы всегда общались. Но вы же не родные, правда? Ну... Не родные. А Лиза, кстати, не уверена, что не родные. Ну, это такой вопрос, как бы, лично я бы сказала, что родные. Ну, потому что мы столько времени проводим вместе, знаете, вот мне кажется, что порой реально не родные люди, которые вообще никак, там, крови не связаны, они становятся для тебя родным человеком. А тут как бы такой случай, что... Да, тут еще и кровь немножко сядет, поэтому тут, не знаю, для меня родные. Вот, но как все началось... Но становление ваше в отдельности каждого, как музыкантов, в разных странах происходило, да? Да, да. Ты училась в Лондоне, в Великобритании. Да, я училась в Лондоне, я там получала музыкальное образование. На секундочку, композитор кино, фильмов, потрясающе. Да, да, да. Это моя такая большая мечта, возможно, когда я постарею, я стану таким, такой сморочной старушкой. А зачем ждать, когда ты постареешь? А вы не замечали, что все композиторы к фильмам все старые? Я не знаю, это какая-то тема такая, неизвестная, покрытая тайной, но это так. У тебя есть шансы провернуть эту традицию. Может быть, может быть. И стать первым молодым композитором для фильмов. Ну, посмотрим. Ну, в общем, суть в том, что мы с Ефимом обменивались музыкой, всегда друг друга поддерживали. Там, Ема скидывала свою музыку, у меня скидывала свою. Ну, ты при этом в творчестве, ты пишешь музыку, хотя бы тренируешься и учишься для фильмов, для кино. А Ефим-то в это время, сначала там кадетская школа, потом институт стали и сплава. Далековато как-то вообще от сцены все это дело. Неправда, неправда. Потому что, когда только я поступил в университет на первый курс, я сразу пошел участвовать на день первокурсника, сразу там, то есть, пел вокальный номер. Да, ну, там была не моя песня, я перепевал, ну, это был такой кавер больше, потому что свои там не разрешили выступать. Вот, а потом я пошел на мистера участвовать в университете, и поэтому тоже сцена была... Бывал ли ты на парах, скажи, пожалуйста, учебных? Ну, хорошо. Честно. Встречался ли с деканом, например, когда-нибудь? С деканом встречался и с завкафедрой, и всех хорошо знаю, всех люблю. Ну, первые два курса был прям часто, а потом уже, если честно, ну так. Это не только у тебя, это у всех в основном так, да, что потом все реже и реже, и реже встречи происходят с преподавателями только во время сессии с зачеточкой, там, с чем-то еще, там, да, может быть так. Итак, значит, Елизавета в Лондоне, Ефим в Москве, и общение ваше, как гласит легенда, продолжалось. Вы чего-то там переписывались, и демки какие-то высылали, свои. Ефим, ты писал свои песни? Да, просто набрасывал музыку, на нее писал текст, отправлял Лизе. Лиза думала про себя, боже, ну что это такое, вот то ли дело я, покажу-ка я ему аккуратно, как надо писать, и высылала свои демки, да? Нет, на самом деле, меня всегда, как бы, поражало способности фильма писать стихи. То есть, потому что, возможно, то, чего мне не хватает, поэтому я, как бы, всегда прям восхищалась, он мне прислал песни, думаю, блин, Ефим, как ты это придумываешь, потому что я не понимаю. Я, как бы, особенно, что касается, ну, вот, например, написать текст на русском, для меня, вот, вообще, тут... А на английском, Лиза? На английском, может быть, могу. Вот, видишь, Саша. Ну, сегодня... Это проще язык, поэтому... А в Ефим очень хорошо получалось, ну, и в целом песни мне всегда нравились, поэтому, как бы, мы даже, как бы, когда жили в разных странах, я пыталась делать аранжировки на его песни, он там пытался делать песни на мои аранжировки, которые я там делала, вот, то есть, всегда какой-то творческий процесс был. Но пока еще мысли о том, чтобы стать дуэтом, собрать команду, не было на тот момент. На тот момент, наверное, нет. Сразу не было, сразу не было. Это потом пришло, мы поняли то, что это может быть реально круто, потому что такого нет, ну, блин. А кому первому, кому первому? Кто, кто все-таки первый из... Ну, я. Ифи? Друзья, ну, мы, конечно, обязательно будем и дальше вас пытать о том, как все становилось, как все появлялось, зарождалось. Сейчас, конечно, очень хочется уже послушать вас, с чего мы начнем, нашу музыкальную часть. Давайте начнем с бумажных. Потрясающе. Да, прекрасно. Давайте, тем более, если мы хорошо знаем, с удовольствием послушаем. Да, это фокусическая версия, так что... Да, отлично. Эксклюзивненькая такая. Можем, да? Да, поехали. Ты скажешь просто открыть глаза, спросишь, где мы, но я не знаю. Для меня и не важно, этот город совершенно бумажный. И так, взглядами на небеса, нам все это не описать. И однажды ты узнаешь, что мы тоже бумажные. Смотри на меня, не на них, только на миг, просто останься внутри. Ты бумажная, но знаю одно, хочешь гореть, как огни. Только на миг мы тут одни, хочется тоже внутри. На нас смотрит весь мир, на нас смотрит весь мир. Ты скажешь просто открыть глаза, спросишь темы, но я не знаю. Для меня и не важно, этот город совершенно бумажный. И так, взглядами на небеса, нам все это не описать. И однажды ты узнаешь, что мы тоже бумажные города. Да, 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 бумажные города. Да, 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 бумажные города. Да, 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 да. Хотим познать себя в пламени, являемся бумажными городами. Я без тебя, это я только на крыле. Да, меня к тебе тянет, но ты скоро узнаешь, что я просто бумажный, и это не важно. Давай же смотри. На меня, не на них, только на миг Просто останься внутри Ты бумажная, но знаю одно Хочешь гореть, как огни Только на миг мы тут одни Хочется тоже внутри На нас смотрит весь мир На нас смотрит весь мир Ты скажешь просто открыть глаза Спросишь тему, но я не знаю Для меня и не важно Этот город совершенно бумажный И так, взглядами на небеса Но все это не описать однажды Ты узнаешь, что мы тоже бумажные города Да, да, бумажные города Ты скажешь просто открыть глаза Спросишь тему, но я не знаю Для меня и не важно Браво! Браво! Спасибо! Громом, мат! Друзья, концертный зал «Страна FM» и «Бумажный» Ну это премьера, акустическая премьера в нашем эфире Клип можете наблюдать Голосовать за него в программе «Хит страны» Заказывать в программах по заявкам Ну а также уже можно делать предзаказ Во всю, да, на «Тюс» Да, уже как и делать И послезавтра уже можно слушать, 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 слушать Дебютный эпи под названием «Сияй» Ефим, ты занимаешься... Рисуй А я что сказала? Сияй? Сияй Ну, как бы нарисуй, а потом сияй Зачем тоже красиво Рисуй, сияй, танцуй Давайте дубль 2 заново вырезаем И так послезавтра дебютный эпи «Рисуй» Ефим, ты отвечаешь за музыку, за сочинение музыки, слов На первых этапах музыки Так, а Елизавета... Набросок музыкальный Набросок музыкальный Дальше дорабатывает это все И превращает это в шедевр И превращает в шедевр И отвечает еще за аранжировку и саунд Да, да Вот эта вот хрупкая, красивая, маленькая девушка Вот это вот все, а самая ответственная Практически музыкальный продюсер, Саша Да, но мне кажется, нет ничего самого ответственного Это вот именно командная работа И нам повезло, что у нас есть такая вот команда Потому что я не знаю, как бы Для меня очень важно то, что вот есть кто-то, кто, во-первых, поддержит, во-вторых, начинает Вот мне всегда сложно начать То есть вот сама вот первая идея Вот если мне дают уже готовую идею, я могу ее развивать, я могу делать, я могу импровизировать, что-то придумывать А вот самой как-то вот мне всегда было сложно Ребят, ну вы нашли друг друга, действительно, как раз тут все очень хорошо совпадает Да, и хочется сказать, дай бог, чтобы через спустя годы именно так они отвечали на этот вопрос А то же с годами может появиться следующий, или скажет, да если бы не я, что этот Ефим вообще бы сделал Ефим сегодня будет наоборот говорить, это я, глыбый монстр Рубрика фантастика в концертном зале на стране Лиз, дорогая, ну я так понимаю, что пока вот все-таки композиторская история с фильмами, она отложена в сторону Пока да, пока да Ну мне пока нравится то, чем я сейчас занимаюсь, а потом посмотрим Это вот у меня именно почему-то мечта на старость такая Что я буду жить в каком-нибудь доме деревенском, с ламами У меня на будущее стоит уже такая заметочка Да, я буду жить на ферме с ламами и писать музыку голливудским фильмам А пока что я вот пою А что касается выпускных экзаменов, это же, наверное, работа была все равно связана с фильмом? Да, да, да Может быть, с короткометражкой какой-то, не знаю У меня было пять короткометражных таких У меня были отрывки из фильма, короткометражный мультик и реклама Вот, то есть пять-пять таких коротких видео, на которые я делала музыку и саунд-дизайн тоже То есть, например, кто-то прошел, я там записывала шаги свои Накладывала их Практически озвучание всего Да, 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 то есть такая задача была поставлена, что нужно полностью создать все звуки Я подумала, как же хорошо, Ефим, да, что такая талантливая девочка вернулась все-таки в Москву За это тебе отдельное спасибо надо сказать Потому что, если бы не ваш дуэт, то, может быть, Елизавета осталась бы там и сочиняла бы там Друзья, как достать человека из Лондона, об этом мы расскажем чуть позже Будьте в компании Страны ФМ, не переключайтесь И ведем мы сегодня разговоры с участниками группы Мон Март, дорогие друзья Лиза и Ефим, ребят, которые в разных странах, в разных городах начинали свою творческую деятельность, но потом как-то вот стали вместе работать Когда листовое возвращение это случилось в Россию? Ну вот вообще буквально недавно, это было в феврале В феврале, и сразу побежали в студию, записали песни бумажные Вообще практически, ну как Хотя бы поела после самолета Ну поела, конечно, там успела даже поспать пару часов, а потом да, мы встретились в студии Потом сразу работать Да, ну мы не то что, мы как бы вообще изначально встретились и стали уже слушать друг другу музыку в студии И там уже у меня какие-то идеи появились, там вот на песню «Рисуй» тоже самое, которая дебютная в нашем альбоме И я вообще когда услышала, у меня там мурашки по всему Что вы понимали? И надо ее делать, надо ее делать Песня «Рисуй», которая с одной милом альбома, она сделала аранжировку, я ей скинул демку, она сделала аранжировку, наверное, минут за 30, через час мне уже прислала У вас что значит очень понравилось, да? Да, у меня просто в голове сразу выделась Вообще просто, я был в шоке Ну вот на сегодняшний этап, я так понимаю, у вас прямо идет такое восхищение друг другом Что Лиза говорит, как так можно писать, как так можно писать, а ты говоришь, а она мне присылает, я думаю, как так можно было сделать, как? Да, это не лезть, это реально так, мы кайфуем от того, что делаем Ну, дуэтов немало, надо сказать, на нашей сцене, да, они либо уже такие изначально существующие, либо там объединения какие-то, фиты, так скажем, да, какие-то появляются Как вам кажется, в чем ваше главное отличие от достаточно большого количества молодых артистов? Ну, мы же брат и сестра Это наша главная фишка Это, по-моему, правда Так Ну, если вы на этом далеко уедете Да нет, ну, мне кажется, у нас достаточно интересная музыка Вот, ну, я не то, что хочу как-то каких-то других там артистов сказать, что у них что-то не так, но просто я заметила у нас, вот, ну, я послушала, специально сидела, слушала, потому что до этого, когда я жила в Англии, особо русскую музыку так не слушала, но я вот села, послушала всю вот эстраду и так далее Да, и вот у нас очень мало какой-то вот чистоты, доброты, у нас все уходит какой-то вот, там, я там ходила в клуб, я ехала на тачке Агрессии много, да, такой? Ну, да, какая-то агрессивная такая музыка, да, или с чем-то таким У нас все-таки она более легкая, и легкая не в плане там, что она... Романтичнее, да, ты имеешь в виду Да, она какая-то, да, такая добрая вот именно, и мне кажется, это и отличает в основном Да, ну, мы просто акцентируем внимание на то, что мы вкладываем в каждую песню пережитки своей жизни, какие-то моменты, которые любой человек, который слушает нашу песню, может найти в себе, у себя, который с ней сталкивался, и также с нами может их пережить Лиза, а в Великобритании какая музыка, вот, популярная музыка, да, она похожа на нашу, или там слушают другое? Ну, в принципе, вы, наверное, знаете, какая музыка в Великобритании, Америка Рома нет, не знает Ну, в плане, что по радио играть тоже популярно, именно популярно, но просто я как-то больше слушаю такое, не совсем прям поп-поп-музыку, потому что она мне немножко надоела Вот, я больше люблю такой джаз, эмби, ну тут всякое такое, или смеси разных жанров, поэтому я даже не могу назвать вот какие-то вот вам, если вы спросите, у меня артисты популярные, которые я, наверное, не скажу, да Вот, ну, так то, что у нас слушают, там, Дипла все любят, что еще, это, Ариану Гранде, ну, то есть Ариану, Бьонс, это все как бы там Понятно, это мы и просто знаем Слушал эти имена? Каню Гранде Слава Богу Все как у людей Так же, да, замечательно Ефим, ну расскажи мне, пожалуйста, твой это первый стих, он когда появился? Кадетский класс, это был школа или это уже институт стали из плава? Это была школа, последний год обучение просто мне написали, попросили сделать, типа, припев песни Учителям, вот это вот, прощайте, учителя, нет, это твоя песня Это я тоже сделал такую песню Сделал, правда? На самом деле, появилось все в 11 классе, началось, и с 11 класса продолжалось, потихонечку делал А у тебя сразу про песни или все-таки стихи, там, отдельно, музыка отдельно, как? Нет А прям сразу приходит и музыка, то есть ты сразу напеваешь? Это просто какой-то набросок просто Ну да, понятно, что там, мурмурм себе под нос, да, может какие-то строчки отдельные, а потом уже появляется И вот сначала вырисовывается мелодия, рисунок того, как это должно звучать, а только потом уже на этот рисунок я накладываю слова Чтобы они, ну, и рифмически подходили, и ритмически Какую песню мы сейчас послушаем? Давайте послушаем песню «Убегай» Как она появилась? Может быть, есть какая-то предыстория? Может быть, Лиза все-таки убегала от себя, ты ей говорил, нет? Нет, вообще, Ефимов я сначала писал, он думал, блин, напишу-ка я песню в стиле, там, какой, что-то был за артист, я не помню В стиле что-то Алексеева, но я не хотел написать в стиле Алексеева Никита, привет тебе, да По настроению, да, привет, Никит, по настроению хотела что-то в этом сделать Ну да, понятно, да, что-то такое приблизительно очень Вот, ну, давайте послушаем Давайте, кстати, да, послушаем, кто появился в итоге, кто получился в итоге, да Ты готова? Да, поехали И ты не вспомнишь никогда, как в первый раз сломился в дверь И ты тот час не открывала И ты не видишь никого, кроме тех нас И как для них был каждый шанс Не забываем Убегай Ты видишь, как смотрят они, не убедай Ты первый цветок на долине оставь Меняй, ты просто убегай Убегай Ты видишь, как смотрят они, не убедай Ты первый цветок на долине оставь Меняй, ты просто убегай Безусловно, доброе утро Прямо сейчас У меня есть три минуты С тобой помолчать И так жарко внутри Так жарко внутри Опять Убегай 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 Ты видишь, как смотрят они, не убедай Ты первый цветок на долине оставь Меняй, ты просто убегай Убегай Ты видишь, как смотрят они, не убедай Ты первый цветок на долине оставь Меняй, ты просто убегай Браво, 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 браво Абсолютно правильно Послезавтра уже мы с вами сможем скачивать, слушать с удовольствием А сегодня уникальная возможность Тем более, что это выступление у ребят акустическое Что, в общем, не так часто, да? И те концерты, в которых вы уже принимаете участие Я сомневаюсь, что вы там так играете, да? Там же все классно, круто, аранжировочки Все как положено Завтра, ребят, у вас в афише нарисовался концерт Расскажите об этом Завтра у нас будет концерт Да В баре «Свобода» Что там будет? На территории хлебзавода в 9 вечера Какая программа? Ну, собственно, та же самая Акустическая Нет, нет, хотя бы смесь Это же для нас исключения сделали У нас будет в основном, конечно, это будет презентация То есть мы будем петь наши песни, которые есть в альбоме Также будут акустические тоже песни Вот Ну, будет, не знаю, сколько Час Ну, где-то час Метро Дмитровское, друзья, да, в 9 вечера Так, хорошо, 27-го 27-го будет вечеринка New Pop Party Которая будет проходить в клубе «Москва» Начнется она в 17.00 Это в субботу, получается Москва-холл Да, в субботу Да, это в субботу Подтверждаем Там мы споем как раз-таки весь наш альбом Который выходит в пятницу И приходите, тоже будет круто Будет интересно Будет много молодых артистов И приходите Хорошо, мы сейчас сделаем маленькую паузу, друзья Вы не уходите Если есть вопросы для наших артистов Наших гостей Тогда оставляйте их в контакте Страны ФМ Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина И Роман Шахов Дамы и господа Мы продолжаем Группа «Мон Март» В гостях у Страны ФМ Группа была С одной стороны в Москве С другой стороны в Лондоне Но названа почему-то «Мон Март» Почему-то Франция, да Там Париж Как-то так, да Люди, знающие, пишут Пишут Какое отношение Вы имеете к этому Парижскому, французскому району На самом деле Или надо заморачиваться Просто классное название Название реально классное Но оно объединяет в себе Такую классную историю И жизнь вообще в целом Потому что днем Там собираются художники Музыканты И вся вот эта субкультура Она просто кипит Но ночью Это криминальный район Ну очень Он про район в Париже Мон Март То есть вы тоже с перчинкой Такая группа То есть будет какая-то программа Которая отразит То, что там Ночью, да Мы еще успеем удивить Но в данном случае Пока что только день Алиса говорит Все такие плохие вокруг Хочется, да На самом деле В первую очередь Нам понравилось название Только потом мы узнали О его истории Но в целом Она нам очень понравилась И мы решили То, что Она может как бы Связать нас С самым смыслом Красивое название Да, мы желаем Вот вашему такому Большому кораблю Музыкальному Счастливого плавания Поклонников появляется Все больше и больше Там, естественно Подписываются В социальных сетях На вас Но скажите Все ли это сплошь и рядом Положительная реакция И мнение И сплошные лайки Или есть Таких людей-то много Таких Добричков Которые могут Диванных критиков Ну что это такое? Есть такие люди Ну как бы Мы на все смотрим Все читаем Ну относимся к этому С улыбкой Ну относительно с улыбкой Есть, наверное Может быть какие-то моменты На которые мы обращаем внимание Прям конкретно Которые бросаются в глаза Но в любом случае Как бы такие люди Они должны быть Ну просто, знаете Если это обосновано То хорошо Но если это просто Как бы просто написать Чтобы Ну как-то Ну просто ради хайпа Ну да То зачем это делать? На это лучше не обращать внимания Если просто как бы люди Тыкают Лиз, мне кажется У тебя другое мнение Чтобы свое эго поднять Нет, нет, нет Просто гитарская забавная история Потому что недавно Мы искали гитариста Для нашего выступления Так И в общем Вроде как там Я через знакомых Нашла парня Который будет играть Он вроде согласился Все, да, да, я сыграю Потом он послушал Я ему скинула нашу песню Он послушал такой А он короче такой металлист До мозга костей С длинными волосами Такой бородой Так В общем это Он послушал такой Нет, ты знаешь Такую музыку я играть не буду Когда начнешь играть нормальную музыку Напиши мне Детка И чтобы как рефер Нормальной музыки Скинуть мне какой-то там Металл Переступережит Образец Да стремись вот к этому Я такая Как хорошо, что ты знаешь Что мне нужно делать Мы стремимся к этому гитаристу Слушайте, да спасибо ему За честность на самом деле Потому что если бы он согласился И просто без души Все это делал бы Это было гораздо хуже Это потому что Как бы всем нравится разная музыка Это нормально Что кому-то может не нравиться Кому-то может нравиться Это дело вкуса Нашли гитариста-то в итоге Да, кстати выступать мы будем У нас будет барабанщик и гитарист Плюс Лизина Синтезатор Синтезатор пианино Как назвать Вот, поэтому будет круто Будет интересно Не просто мы вдвоем будем на сцене Будет круто Живая музыка Ну, что вы еще не так надоели публике Что на вас еще интересно смотреть Да Рассматривать Даже если вы вдвоем будете на сцену Да, но мы сразу хотим Все равно живыми музыкантами Потому что это очень круто звучит По поводу рэпа Вот есть информация Что Ефим не раз участвовал В рэп-баттлах Да, я видел Да Ну-ка, что там, расскажи Ну, так Ну, по поводу рэпа Я... Место рэпа в твоей жизни Мы открывали тему То, что я начинал делать это все в 11 классе Еще в школе Да И тогда я начинал делать рэп Потому что я не знал То, что у меня может получаться петь Хотя У меня есть закалка До этого Вот, ну, в общем Закалка петь, извини, пожалуйста Сейчас будем прям подробно узнавать Что это такое Музыкальная школа Что это? Нет Ну Папа Папа у меня просто Он народный артист Карелии Там, в общем Папа тоже в свое время Так, это, знаешь, уточнили по ходу разговоры Ну, в общем, это гены, можно сказать Конечно Ну, как бы я их просто Я не буду А у тебя вокалист тоже? Артист, певец или в каком жанре? В хоре Пятницкого они гастролировали Не только по России, по Европе тоже Но это было еще в 90-х Ну, то есть он немножечко тебя обучал все-таки Давал тебе некие навыки Школу, ставил голос, скажем так Конечно, да Ну, тогда в тебе должно... Ну, я не всегда с охот, я с принадлежением иногда к этому относился Потому что, ну, я не знаю Я хотел по-своему, а он говорил так правильно Вот, поэтому... Ну, ты прислушивался Такая подростковая жукова Так, а почему же у тебя не было тогда уверенности в своих способностях? Сейчас расскажу Давай Если вопрос про этот рэп, у вас спросили Да Я думал то, что это круто Поэтому я хотел это делать Понятно А насчет рэп-баттлов я хотел Смысл... Просто, понимаете, в рэпе смысл и рифмы тяжелее делать, чем просто, допустим, ту же саму попсу, если взять Ну, да Припев куплет, припев куплет Ну, да, ты можешь просто одно слово петь, как бы, и три минуты, и вот тебе хит А потом просто ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Там количество рифм на единицу времени вышло Конечно, конечно, вот Поэтому, как бы... То есть такая зарядка для ума просто, да Продемонстрировать свои способности, посостязаться, сравнить Да, посостязаться, да Ты остался доволен этой частью своей жизни? Да, остался доволен, но чтобы люди не думали, что это какой-то там версус-баттл Или, я не знаю, можно об этом говорить Ну, такие неживые выступления Конечно, можно все что Это были интернет-баттлы Вот, и там по раундам, в общем, так, да Ну, ты остался доволен своими выступлениями, своим участием? Я остался очень доволен всем, что было со мной, потому что это привело меня к тому, что есть сейчас И сейчас здесь, на стране FM, как бы не каждый сможет оказаться Конечно Поэтому для меня это все был большой путь И потом, сегодня в группе, Март, у тебя есть возможность Хочешь, читай, хочешь, пой Просто безграничные возможности Да, эксперименты у нас вечные Да, и, судя по всему, их еще будет очень-очень много впереди Ну, а, кстати, вот, да, все-таки, что касается языка песен Они все ли будут на русском или, вполне возможно, появятся на английском когда-то? Мне кажется, это возможно Это возможно, но мы думаем в будущем пока что Мы не хотим таких жестких экспериментов для России Потому что в России это не так сильно воспринимается Это правда Тем более мы же начинающие Конечно Вы уже начали с красивым клипом Спасибо Спасибо вам за него Он роскошен, романтичен А когда будет продолжение? Видеографии Мон Мартра Будет После альбома, ожидайте Ну, альбом-то вот уже все Да, после альбома, через неделю Уже будет выход или только к съемкам приступите? Нет, нет, нет Будет уже, мы уже сняли все Ну, расскажите, это же всегда так интересно Хотя бы на какую песню ожидать? Наверное, на рису Рисуй, да Конечно Конечно, я угадала Ну, я думаю, что не только они снимут клип Потому что есть же ребята, которые в Инстаграме танцуют Глядя на то, как ребята поют, правильно? Буквально вы 30 сентября выкладываете клип А 4 октября вам уже из Игоря Горького Прям раз и все Да, вообще супер Сдели танцевальный номер Да, это был для нас очень крутой подарок, на самом деле Мы не ожидали вообще этого Притом, что такая качественная работа, там и съемка, и все Это все очень здорово Молодцы вообще Спасибо вам Спасибо вам, друзья Мы вот сейчас про его чего-нибудь просим, грубо говоря, что-то исполнить Давайте Чтобы тоже поблагодарить их от всей души Что это будет за песня? Песня называется «Дым» Это песня, которую я написала, там, «Душевная терзанья» и все такое На русском языке? Да, на русском языке То есть это твоя песня? Ну, ну, просто слова, да Ну, как бы, понятное дело, что коллаборация у нас еще происходила Там, Ефим, это слово всегда подходит или нет? Скажи мне, подходит или нет? Просто ответить В соавторстве с Ефимом Да Эти страдания, они были в Лондоне? Да я шучу, значит, страдания, на самом деле, просто это вот Что-то вот была какая-то у меня Ну, печалька маленькая такая, просто печалька Я просто такой мелкологичный человек сама по себе То есть у меня каждый вечер это происходит, поэтому это нормальная абсолютно история Ну, давайте послушаем тогда Премьера на стране «ФМД» Монмарт Я так устала думать, что потеряла себе Мое свободное тело и разум в себе Я одержима, всецело должен был ты разгадать Я так устала себя саму спасать Дым пополам, мы с тобой тут и там Растворяешь обо мне Дым пополам, мы с тобой тут и там Растворяешь обо мне Дым пополам, мы с тобой тут и там Растворяйся в лне Позволяй, я себе Сдерживала Задерженное Дыхание 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 Холодный воздух Прозрачный, как вода Вдыхает глубже Нет, не твоя вина Что я в конце пути Сдаю совсем одна Все, о чем я прошу Давай разделим дым пополам Мы с тобой тут и там Растворяйся во мне Позволяй, я себе Сдерживала Задержанное Дыхание Дым пополам Мы с тобой тут и там Растворяйся во мне Позволяй, я себе Сдерживала Задержанное Дыхание 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 Дым пополам Мы с тобой тут и там Браво Вон Март, друзья Премьера на телерадиоканале Страна.ФМ После завтра У нас с вами уже будет Возможность слушать Альбом целиком Дебютный мини-альбом Рисуй Так что заказывайте Делайте предзаказ Ну, самое главное, конечно Следите за социальными сетями Молодых артистов Посещайте их выступления Потому что, ну, они правда Замечательные И этот голосок Лизин чудесный Который прям хочется Слушать, слушать, слушать Романтик Ну, конечно, тоже Да Лиза, как ты думаешь, кстати Твои преподаватели Лондонские Как бы они оценили Творчество А может быть они оценивали Ты отправляла Ну да, у нас были классы Когда У нас были классы Когда нужно было приходить Показывать какое-то свое там Творчество Но Суть в том, что на самом деле Я на тот момент, когда Это было Я очень стеснялась Петь именно свои песни Я всегда делала каверы У меня даже был там Инстаграм-канал И висклали Кавер-каверы И никогда не писала Свою музыку Не показывала, да? Не показывала, да Точнее писала, не показывала Она у меня в столе лежала Вот Поэтому всегда было как-то Не знаю Мне было как-то некомфортно Только вот буквально Год назад Очень больше года назад Я начала как-то уже Свою творчество Показывать кому-то Петь Спасибо тебе за это Спасибо Ребят, прочитал, что Монмарт Необычный проект Соединения меланхоличного Поп-звучания И электронного саунда Да Будет ли что-нибудь такое Позитивно-разгуляйское? Будет Вот Давайте Об этом Такой Монмарт Мы еще не знаем Когда, чего Ну, вы имеете в виду Не за горами Позитивно в каком смысле? Ну, может быть, что-то такое Мажорное Прямо танцевальное Знаете, чтобы на свадебках Рома имеет в виду Чтобы вот это вот плясали Верка-сердючка? Да, но вы удивитесь Просто суть в том, что То, что вы сейчас слышите Сейчас звучит все как-то Миланхолично и грустно А я просто прочитал Для личного поп-звучания Это же ваш пресс-релиз Да, да, да Ну, в общем, если вы послушаете альбом А вы его послушаете, надеюсь Там совсем другая история Там вся музыка такая Она более ритмичная Более позитивная И, соответственно Подвижная То есть те же самые Те же самые слова Та же самая подача Но из-за того, что аранжировка другая Это все по-другому немножко Молодцы Хитрецы, молодцы Так что мы можем и так, и так Ефим, ну, признайся, пожалуйста Песен-то там уже громадью написано? Очень много Честно, очень много Не на один альбом, наверное Я так подозреваю Правда? Но все равно нужно писать дальше Все равно нужно писать дальше Потому что бывает такое Что ты напишешь И а через три месяца думаешь Господи, что это? Что это было? Я не мог такого написать Это не я Есть такое Хотя, ну, просто понимаете Есть такие Допустим, если про меня брать То я вкладываю в текст Прям какие-то куски просто Своего пережитого Мы это обсуждали Вот Но иногда это просто уже отпускаю И когда включая это Послушать эту демозапись Которую я записал Я понимаю, что, блин Ну, это уже Ну, это уже не сейчас Это со мной по пути не идет Не праллельно мне сейчас Да, да А эти ощущения Когда вы впервые себя услышали Не знаю В эфире радиостанции Или там Увидели клип в эфире телеканала Они на сегодняшний день Сравнимы с какими-нибудь Ощущениями Пополученными в жизни? Нет Нет Приходит Понимание вообще Что это вы Что это вот Это сейчас вот вы В эфире Или Какие-то там мальчик и девочка А это что? Это вы все придумали Сочинили Там сняли Сыграли Нет Мы это понимаем Но, блин Просто Сама ситуация То, что происходит Вокруг нас сейчас Это какой-то сон Просто бесконечный Потому что каждый день Ты просыпаешься И думаешь И тебе присылают Друзья Вконтакте Я не знаю Где угодно В социальной сети Видео Где они сидят Допустим В столовой В университете И там играет Клип бумажный Да И каждый день у нас Это Конечно Это необычно Ваши близкие люди Что говорят Какая у них Любимая песня И Насколько им нравится То, что вы делаете Ну У меня Мои главные фанаты Это мои брата-сестра Которые Маленькие Там Одной девять Руком А четыре Вот Они все время слушают Ну Я не знаю Наверное Больше нравится бумажный Потому что Они под нее пляшут Там все слова выучили Вот Ну Как бы Они в восторге Ну Я на сегодняшний день Пока еще Самая-самая Такая узнаваемая И известная Да Из вашего Альбом будет Послезавтра Тогда многие запоют И все остальные песни И будут танцевать Вот эти самые песни Что касается Ваших выступлений Каких высот Хочется добиться Ну Я не знаю Может быть Сразу там Олимпийский Или Хотя бы На этот год Ребят На этот год Мы хотим Выступить Точно Может быть Даже небольшой тур Если Все будет хорошо Но мы надеемся Что все будет хорошо Потому что Сейчас все очень хорошо Мы на стране Ефим Опять же Напоминаю вам Друзья Спасибо Вот мы с тобой Роман Не говорим Это мы должны Говорить постоянно А у нас логофип Сашенька Да Хорошо Планы большие И на дальнейшее Будущее И на будущий Месяц Планов очень много Мы вот уже Посмеялись Вне эфира Рассказываем Нашим зрителям И слушателям Что Елизавета Она за синтезатором Находится А вот У Ефима Кроме бутылочки С водой В общем Ничего в руках И не имеется Даже наушники Он так На одно ухо Просто Это чтобы слышать себя Еще помимо того Что я слышу наушники Лидочка Нет ли у тебя в планах Все-таки Все-таки Каким-то инструментом Ефима так сказать Нагрузить Блин Я даже не знаю Хотя бы бубно Я просто переживаю Что он человек Немногозадачный Если он на какой-нибудь Инструмент Будет что-то одно Либо песни Я не буду Это очень откровенно Может на задний план Просто поставить Не сестра А просто мечта Да Тогда может быть Да Наверное не надо Пока рисковать Во всяком случае Чуть позже Мы обязательно попробуем Да Возможности нужно Бубен какой-нибудь Или треугольник Маракас По поводу песен Которые войдут В следующие альбомы Вы сами принимаете решение Что брать А так Ты говоришь Что песен много На концерте Может быть Их обкатываете И смотрите на реакцию Каким образом Это у вас устроено Ну Мы просто Выбираем с ней песни Из того что есть Так Выбираем самые лучшие На наш взгляд Которые понравятся людям Которые могут быть близки Всем не только нам Вот И из этого получается альбом Как обкатываем Ну Пока никак Ну у нас вот пока только Близится концерт Опять же завтра После-послезавтра в субботу Москва Москва Напоминаю В 19.00 Вот Если людям понравится Куда писать Чтобы вас приглашать В инстаграм В фейсбуке Контактные адреса Везде есть Конечно Все есть Что касается Вашей аудитории Ну вот уже Лиза сказала Что братик и сестренка Там 4-9 лет Они танцуют И поют Ну а собственно Вот если ваше такое видение Поделиться им То примерно Для какой аудитории Это музыка Я думаю нашего возраста Люди и старше Хотелось бы Ну и старше-младше То есть мне кажется Плюс-минус 5 лет То есть там Я бы сказала Наверное 16 Неограниченное количество 16 плюс Скажем так Да-да-да Наверное Ну как бы Кто бы состы будет Зависит тоже от песен Наверное Ну да-да Я еще тоже говорила То что мне кажется У нас аранжировки Они немножко разнятся То есть вот Нарисуя Она такая более Инструментальная Она бумажная Она более электронная Это тоже может влиять На Да-да-да Согласна На вкус А связано это ли с тем Что вы еще в поиске Находитесь небольшом Ну возможно отчасти Да мы в вечном поиске Мы в вечном поиске Я не знаю Он закончится когда-нибудь Или нет И каким будет следующий альбом Да тоже наверное пока Как выйдет Как получится Это секрет для всех И для нас тоже Может мне нужно О чем петь Про тачки и деньги Ребят Про тачки и деньги Мы поймем что это круто Но мы же знаем Что мод марта Бывает дневной И ночной Да-да-да Так что вообще Не надо ничего удивляться Если бы еще Ну давайте так Пофантазируем Два года назад Вам бы сказали Что вы будете дуэтом Мод марта Вы будете выступать У вас будет эпи Вы бы поверили этому Я думаю нет Я думаю нет Но это Я говорил то что Это реально сон И в это даже сейчас Трудно поверить А два года назад тем более Тогда это же наверное Какие-то планы Все равно на жизнь Уверенность какая-то была Наверное Какие-то планы Она и сейчас есть Все-таки да Выйти на сцену И исполнять На профессиональную Уже на большую сцену Ну это снилось по сне Опять же То есть то что Вот на сцене Толпы людей Все поют твои песни Ну видишь у тебя да А у Лизы то нет Получается Лиз Или все-таки была У тебя тоже такая мечта Ну нет Я всегда хотела выступать И петь И как-то В общем все Я знала что в любом случае Мое будущее будет связано с музыкой Это не было Никаких сомнений в этом Вот Но как именно это произойдет Я никогда не знала И я не знаю Удивилась бы ли я Наверное да Потому что Может быть еще года два назад Я бы не знала Что я вообще в Москве Опять окажусь То есть жизнь Она очень непредсказуемая В моем случае точно Поэтому да Наверное А инструмент Во сколько появился В твоей жизни Ну очень рано Лет пять по-моему Мне было Когда меня первый раз Привели Как тебя уговорили Или не надо было уговорить Не надо Меня мама водила везде Просто Она водила меня Там на лепку На рисование Там на танцы Мне ничего не нравилось Я капризничала А когда меня привезли На занятия по фортепиано Мне понравилось Я сама как-то загорелась И стала заниматься И меня особо никто Не заставлял даже Ну и дальше пошла-поехала Музыкальная школа Да наверное А что-то еще было потом Музыкальная школа Потом я уехала в Англию Там я брала уже Уроки пения Потом университет Где у меня больше Электронное образование Музыкальное И так далее То есть немножко Немножко всего По чуть-чуть Скажи, а вот в Англии Проходит, ну например Электронное образование Да? Ну того же Эдуарда Артемьева Ты изучала творчество? Конечно Да, я думаю Три раза в неделю Ну если честно Нет И мне вообще с именами плохо Кто это? Композитор, который писал музыку Для фильмов Никиты Михалкова А, нет, я не знаю Сибириада там и прочее Надо послушать Нет, я не знаю Да Это послушай, кстати Прошу обязательно Но мы сейчас хотим послушать Все-таки вашу музыку Да, и вашу песню Давайте, да Сейчас будет вообще эксклюзив Потому что этого еще не слышал Никто нигде никогда Эта песня называется Тихо-тихо Она из альбома Который выйдет в пятницу Послезавтра Рисуй А песня называется Тихо-тихо Там никого нет И только-только ты Пусто так Но ты заполняешь меня Читаю газеты И заголовки Имя Твое Ну как? Вот так Внутри меня Внутри меня Внутри меня Ты любишь только Только меня Только меня Только меня И никого И никого Если меня нет для тебя То не беда Я ненадолго Заберу Заберу тебя Тихо-тихо Эй-тихо-тихо Эй-тихо-тихо Эй-эй Тихо-тихо Эй-тихо-тихо Эй-тихо-тихо Эй-эй-эй Каждый день Я в центре суеты Сотни людей, но мне нужно только Как еще? И кому все объяснить? Что если ее нет рядом, то она просто внутри Внутри меня, внутри меня, внутри меня Ты любишь только, только меня, только меня, только меня И никого, если меня нет для тебя, то не беда Я ненадолго Заберу, заберу тебя Эй, тих-тих Я же даже не считаю километры про себя Пусть никто не узнает об этом никогда Тут тишина И все наши секреты навечно останутся Ты просто пытаешься, просто пытаешься Мир остановится, но ты останешься У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Зато не беда, я ненадуга Заберу, заберу тебя Как без ответа я стала просто деталью Тихо-тихо, эй, тихо-тихо, эй, тихо-тихо, эй, эй Как километры пролетели, не, не знаю я Тихо-тихо, эй, тихо-тихо, эй, тихо-тихо, эй, эй Студия 89,9, концертный зал Пэтмон Март в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Слушайте, ну это обалденная совершенно песня Мне очень нравится Для меня эта песня теперь номер один Номер один Да, 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 ребята Я хотела тоже сказать, камер Кто написал музыку? Музыку или... Музыку, музыку Ну музыку я писала, и фильм «Слова по классике» Ну да, по классике у нас одна схема Слушайте, прям вот, ну, спасибо Аранжировка твоя же, да? Аранжировка Да, спасибо Песня Я даже, знаете, я бы даже вас попросила, наверное, выслать нам Просто пока клип не планируется снимать Мы сами снимем лирик видео, сделаем Песня, чтобы зазвучала в нашем эфире, правда Круто Да, давайте Пользуйтесь волшебной возможностью А, кстати, по поводу возможностей Бывало так, что вам вот удачно все случалось так Как по волшебству Счастливое стечение обстоятельств В вашей вот музыкантской жизни? Да мне кажется, вся наша музыкальная жизнь Это стечение обстоятельств Счастливое Счастливое Пока что Ну да Нет такого, что прям вот приходилось во все двери стучаться, стучаться упорным трудом Все пока прет, да? Да, да Пока все прет, не было такого, что стучались во все двери Ну, плюс вообще как бы я и Ефим, мы долго к этому шли То есть мы долго думали о том, что вот да, мы хотим этим заниматься Но не было понятно, как именно это произойдет Вот И сейчас произошло это вот таким образом, что не может не радовать Просто всплеск, которого мы сами не ожидали Ребят, мы желаем вам, чтобы голова не кружилась Чтобы у вас все шло вот по придуманной уже стратегии И были и дневные песни Монмартра, и ночные Мы будем всем рады Ну, надо же сказать, что все равно вы же не сами по себе за вами стоит Что продюсерский центр, компания Нет Ни кого? Нет А впечатления производите? У нас есть только дружеская поддержка А почему? Ну, потому что как-то все так очень красиво, так слаженно, отрепетировано Ну, мы же как-то не вчера Называется правильно выбирать друзей Да, и плюс мы же не вчера этим начали заниматься Мы же целый Мы только год с Лизой вместе над этим всем работали и продумывали все это Так что, да Это не продюсерский проект Как тебе кажется, скажи вот что У дуэта, у группы Монмарт Есть ли шансы со временем в Великобритании достичь успеха? Ну, если когда-нибудь мы начнем делать англоязычную музыку, то почему бы и нет? Вопрос по-другому построим Когда вы начнете делать англоязычную музыку? Мы уже задавали этот вопрос, ребят, пока не знают Они решили пока в России все-таки сделать себя Я думаю, просто стоит посмотреть, как альбом зайдет вообще в массы И как люди отреагируют, что им больше будет нравиться Вот, например, сейчас мы узнали, что вам нравится песня «Тихо-тихо» из всех А почему, например, смотрите, ребят, почему может быть какую-то удачную хитовую песню в России Просто не перевести на английский язык и попробовать ее там представить? Можно будет попробовать, почему нет? Если для этого все будет располагать, почему нет? Кстати, тихо-тихо можно было переделать на английский Начать с университета, где училась Елизавета Сначала приехать на какую-нибудь там вечеринку, выступить там И потом уже пойдет, поедет У нас уже получается лирик-видео от страны FM Потом на английском, тихо-тихо Акустическая версия, обычная версия Отлично, мне это уже нравится Да, вот видите, как все складывается волшебным, удивительным образом Друзья, давайте напомним о том, что послезавтра уже можно будет слушать, заказывать, приобретать альбом, мини-альбом «Рисуй» группы «Мон Марта» Ну а клип бумажный уже в нашем эфире А ребята пообещали очень скоро, что еще появится клип «Сияй» «Рисуй» У меня вопрос... Вопрос актуальный Пожалуйста, наконец-то, хоть один, за целый час от нас Артисты частенько начинают вести влоги Есть ли у вас стремление, желание? У нас есть много видео вообще со всего С репетиции, со студией звукозаписи Вообще с обычной жизнью, которая проходит каждый день Но в будущем, на самом деле, идея есть такая Но пока этого не так много, как хотелось бы Поэтому впихивать это все в двухминутное видео неинтересно Если делать, наверное, минут на 30 эти видео Мне кажется, чем больше мы будем в музыкальной деятельности участвовать То есть мы больше выступать будем, тем больше, наверное, с того, что мы будем вести какой-то блог Да, причем будет тур, если мы, конечно, с тура будем еще делать блоги Но вообще, вот как вы чувствуете сейчас свои силы? Готовы ли вы там каждый день с перелетами, с бесконечными дорогами И чтобы это вот там, а то и по два выступления за вечер Да? Я, кстати, не знаю Как это? А, не знаю! Я хочу очень, я прям горю просто У меня столько энергии, что я боюсь по три выступления в день и по четыре, наверное Я просто боюсь летать, если вы про периоды, а если вы поезда? Она будет на пользу здесь Вот с этого надо было начинать программу Знаете, я артистка, но я не буду никуда летать, потому что я боюсь Внизите меня на лодке Организуйте меня пользу Слушай, миленькая, но это же реально целая проблема Я понимаю, о чем ты говоришь? Да нет, я боюсь не так, что я вообще летаю как-то в любом случае Просто это всегда такой стресс Но мне кажется, чем чаще летаешь, наверное, тем меньше, что боишься Нет, ты знаешь? Нет Саша, лучше обнадежь Это был мой последний шанс Нет, ну, во всяком случае, есть, конечно, методы и способы, как повлиять на это Это точно Это я могу тебе точно сказать И при желании можно добиться И фильм, я думаю, тоже приложит все абсолютно возможные и невозможные способы Чтобы купить корабль Для того, чтобы И на корабле, на личном уже перемещаться Ну, а, кстати, что касается дорог, выступлений С клавишей всегда с тобой, Лиза? Да, да, сейчас всегда со мной Пока не знаю, может быть, в будущем можно будет так устраиваться, что там, прописывать их в райдер Да, мы очень, мы только сегодня это обсуждали Да, развеешь такое Хватит сказать Я больше не могу Лиза, то есть, подожди, ты хочешь сказать, что Ефим даже не помогает их нести? Ну, нет, помогает, когда мы уже встречаемся Но когда я до точки доезжаю, я одна дна, я с этой сумкой Я поэтому смотрю, это достаточно миниатюрно Это бывает и покрупнее, поэтому так подобран специально подвес Подростки, артистки и так далее и тому подобное Лиза, ну я так понимаю, что вот как раз за выбор музыкантов, которые, да, с вами сотрудничать будут и сотрудничают сейчас Целиком и полностью ты ответственная Не, я бы не сказала, мы на самом деле вместе, потому что оказалось очень трудно найти музыкантов Вот, и мы искали вместе общими усилиями, нашли барабанщика и гитариста Но там же не только нужно музыканта, но и человека найти Иметь в виду... Единомышленника, ну как-то в коллективе Да, 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 который загорится так же, как и мы Ну как бы, этот парня, который вам написал рокер, что это не моя музыка Ну благо, в итоге мы нашли таких ребят, которые горят вместе с нами тем, чем мы занимаемся И которым нравится наша музыка, и которые кайфуют с нами вместе на репетициях сейчас И будут кайфовать на концерте, я уверен, на двух концертах будущих Вот Если вдруг предоставилась бы возможность сейчас записать фит с кем-то, кто бы это мог быть? Неважно, наши, не наши, не будем ограничиваться даже Ну ты знаешь, что я бы записала фит с Ваней Дорном Ваня, если ты это слушаешь, пожалуйста Ваня, запишись, пожалуйста, с ребятами Да, с Ваней Дорном, конечно, было бы очень круто Ну это мечты, конечно, пока что Слушайте, ну у вас же уже практика показывает, что они сбываются достаточно быстро Поэтому ждите звонка уже очень-очень скоро Ну а мы будем ждать новые встречи с вами, ребят Спасибо вам большое Елизавета, Ефим, браво Группа Монмарт, мы желаем процветания Спасибо Желаем успеха вашей пластинке Слушайте, ну правда, вы замечательные И очень хочется, чтобы все сложилось удачно Спасибо за знакомство, за сегодняшний концерт Послезавтра мини-альбом «Рисуй» Ищите, скачивайте, приобретайте Ну и про выступление быстренько, Ефим Лиза, расскажите сами 27 числа, 19.00, Москва, холл-клуб На армии, это Курское метро Приходите все, будем выступать Будет эксклюзив, будет круто, живая музыка И супер Ну и завтра тоже на территории хлебозавода Тоже концерт Да, такой уютный концерт Тоже приходите в 9 вечера Ну вот финальная песня, которую мы с огромным удовольствием послушаем Что это будет? Давайте, это песня «Рисуй», которая в акустике будет звучать практически так же, как и в оригинале Ну да, практически Давайте споем Давайте Я слышу твой каждый шаг И ты уже близко Белые блики нам так ослепляют глаза Я вижу твой каждый шаг И ты уже близко Ты рисуй, рисуй меня Рискуй, раскованно, что я несу Не слушай меня Ты рисуй, рисуй меня Рискуй, раскованно, что я несу Не слушай меня Сколько лет мы разные части двух планет И я слышу тебя, хотя звука нет И я вижу все сквозь облака И как я достал билет Обратно не нужно в один конец Теперь я останусь Теперь я останусь там навсегда Ведь ее тоже так тянет ко мне Ты рисуй, рисуй меня Рискуй, раскованно, что я несу Не слушай меня Ты рисуй, рисуй меня Рискуй, раскованно, что я несу Не слушай меня Тихо, здесь только ты и я Тихо, здесь только мы и море Тихо, здесь только мы и море Море, 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 море Студия 89,9 Концертный зал